Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет про автомобиль, который в России остался недооценен. У многих жителей нашей страны про Jeep Grand Cherokee сложились различные стереотипы. У кого-то эта модель ассоциируется с первым поколением, которое было выпущено в 1992 году. Это тот самый легендарный Grand Cherokee, на котором ездили различные люди не совсем понятного происхождения, скажем так. Тем не менее, и в Америке этот автомобиль был очень популярен. Его покупали богатые люди, его покупали дети богатых родителей. Сама марка Jeep, а именно модель Grand Cherokee в кузове WK2, до нас докатилась с различными изменениями, с различными скрещиваниями. Перед нами Chrysler, Daimler и Fiat. Все в одном лице. Если сегодня ты зайдешь на официальный сайт, то тебя встретят следующие цены. Самая базовая версия Laredo обойдется тебе порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей. Средняя версия Limited обойдется тебе в 3 миллиона 200-3 миллиона 300 тысяч рублей. Самая топовая версия Overland обойдется тебе в 3 миллиона 800 тысяч рублей. И, конечно же, самая гремучая, самая мощная машина SRT8 будет стоить порядка 5 миллионов 200 тысяч рублей. Ее мы касаться не будем. Да и вообще, исходя из названных цифр, мы сегодня проговорим про наш автомобиль с точки зрения вторички. А на вторичке этот автомобиль вы можете найти по цене от 2 миллионов до 2,5 миллионов рублей. Смотря в каком он будет состоянии и в какой комплектации. Так вот, почему я говорю, что этот автомобиль в России недооценен? Если сегодня взять человека, у которого есть 3-4 миллиона рублей на новый автомобиль, и он себе хочет хороший внедорожник, большой, с хорошей проходимостью, то, как правило, речь пройдет про Cruiser, Land Cruiser, Land Cruiser, Кукурузер. Если же взять так же вторичку, все равно все будут говорить, Toyota, Toyota классный. Если поставили бы мы сейчас Toyota Land Cruiser Prado рядом и Jeep, все бы сказали, вот Toyota это надежно, вот с ней никаких проблем не будет, это вот классный автомобиль, это все супер, а Jeep? А что Jeep? Он ломучий, он плохой, не знаю почему, но в общем Jeep говно. Согласитесь, можно такое встретить, я думаю, даже в этих комментариях к этому видео такое будет присутствовать. И вот давайте подойдем поближе к автомобилю и попробуем разобраться, что же он из себя представляет. Ну давайте посмотрим на внешний вид. Это рестайлинговая версия, представлена она была в 2013 году в Детройте, все как обычно. Я попрошу внимания, мы сегодня будем говорить непосредственно про нашу версию. В автомобиле нас встречает биксеноновая оптика, которая имеет по контуру диодные ходовые огни, стандартная решетка радиатора, узнаваемая для Jeep. Типа, если сегодня мы откроем буклеты, мне всегда так нравится, как пишут, знаете, вот эти маркетинговые отделы, специалисты по рекламе, либо же журналисты. Автомобиль напоминает старого мощного индейца, который на закате дня вышел из пустыни и говорит, я еще не устал, я готов идти дальше. На самом деле, почитав различные рекламные буклеты, что только ты начитаешь и думаешь, блин, как они вообще такие слова подбирают. По мне, внешний вид автомобиля дерзкий, солидный и представительский. Но на самом деле, смотришь на эту машину, фары здесь ее выделяют на все 100%. Если я вам сейчас покажу на экране рестайлинговую версию или новую, не знаю, как ее преподнесет компания Jeep, посмотрите сами. Я думаю, смотрится достойно, но уже про нее кто-то написал, что все, Jeep уходит в городскую стихию, это уже не тот Jeep, который мы знали раньше. Здесь выводы делать каждому из вас. В любом случае, передняя часть автомобиля узнаваемая, массивная решетка, хороший, интересный бампер. В нем идут у нас противотуманочки, датчики парковки. И вот нижняя часть тоже интересная по-своему. Но обратите внимание, вот эти крюки для буксировки, они действительно мощные такие, но брутально выглядят на самом деле. Вот машина так вот сделана, интересно, что смотришь на нее и думаешь сразу, ага, есть какая-то такая изюминка для агрессивности. В тот же момент, красивый номерочек, но свое дело делает. Машина чистая, ездишь, передвигаешься в 001 номер, всегда привлекательно смотрится на таких автомобилях. Хотя отмечу, что он у владельца уже очень давно попался ему в случайном порядке, еще на каком-то москвиче, если я не ошибаюсь. Так вот, вот эту часть для настоящего бездорожья, если ты отправляешься на рыбалку, ее всегда можно снять, крепится она элементарно. Мы поговорим сейчас про автомобиль с другой точки зрения. Вот смотрите, если на него посмотреть, скажет, ну Jeep, ну американец, и чего. А по факту, если начать изучать автомобиль, то у него совсем мало проблем. Это достойная альтернатива любому внедорожнику, у которого есть полноценная рама. На этом автомобиле действительно можно заехать и проехать там через какое-то поле, через овраг. Если грамотно уметь работать с полным приводом, понимать, как устроена машина, как устроена электроника в автомобиле, вы действительно сможете выехать из различных деберь. Деберь, в деберь. Можно заехать в дебри и выехать из различных деберь. У автомобиля клиренс 218 мм. Если купить версию с пневмоподвеской Overland, которая стоит 3 миллиона 800 тысяч рублей сегодня, там можно поднять на автомобиль по самой низкой точке 272 мм. Это действительно очень хорошие характеристики для бездорожья, особенно с учетом того, что можно снять частично передний бампер, свесы станут очень большие. Задняя часть по мосту, если померить даже сейчас, там будет примерно 250 мм. Пневматическая подвеска имеет название QuadroLift. Если вдруг вы, покупая автомобиль на вторичке, покупаете его с пневмой, обязательно подходите к этому вопросу детально. Так, например, выйти утром, в зимнее время, в летнее, неважно, увидеть, что передняя часть находится в стандартном положении, а задняя задрота, заводите автомобиль, срабатывают датчики, отправляетесь к дилеру, и вам говорят, блок управления пневмой нужно менять. Это цена вопроса у дилера на момент 2016 года было порядка 50 тысяч рублей. Сколько это будет сегодня стоить? Ну, можно позвонить. Понятное дело, покупая вот такой автомобиль, вы его 100% будете обслуживать у него официального дилера. Запчасти на него действительно дорогие. У дилера так это вообще космические цены. Вес нашего автомобиля 2400 кг. По ПТС он 2013 года, но из салона он изначально выехал в 2014 году. Если обойти автомобиль по кругу и посмотреть состояние лака красочного покрытия, естественно, на момент того, что автомобилю 5 лет, и сейчас у него 112 тысяч пробега, вы найдете сколы, вы найдете различные косячки, где-то его немножко притерли вот в задней части. Но в целом, если посмотреть на автомобиль, исходя из того, что он белый, так вот со стороны косяков вы особо не заметите. Особенно исходя из нашего климата, я это частенько говорю, вот сейчас пыль сядет, грязь выпадет, все, вы машину будете смотреть, никаких сколов, ничего вы не заметите. В тот же момент никаких ржавчин нигде нету, даже в самых местах таких, где прям сильный скол образуется. Что касается кузовной части, сами владельцы автомобиля отмечают, что если посмотреть на пассажирскую дверь, на ручку, то там бывает замечают подтеки в виде ржавчины. Внутри самой ручки что-то ржавеет, сами механизмы начинают пускать подтеки. В нашем случае я забрал автомобиль, он был грязный, таких подтеков не было. Еще бывает жалуются на хромированные элементы, в плане, в общем, нехорошего качества. Опять же, у нас 5 лет практически автомобилю, у нас это не замечено. Да, он не свежий, он уже не так блестит, как новый, тем не менее, сказать, что он прям сильно изношен, нельзя. Еще бывают некоторые жалуются, что автомобиль немножко со временем бывает проседает из-за пружин. Опять же, если посмотреть, у нас проем колесных арок действительно большой, у нас такая проблема точно не коснулась. Вот кузов, это все хорошо, вы понимаете прекрасно, что 5 лет автомобилю, если ты купишь его на вторичке 2-3 годовалой, в целом, все будет зависеть от состояния автомобиля, как за ним ухаживал владелец. У нас больше всего интересует, конечно же, подкапотное пространство и техническая часть автомобиля. Так пойдемте именно подкапот и посмотрим, что нас встретит там. А подкапотом нас встречает итальянский двигатель от компании ВМ Мотори, я сразу сниму защитную часть, это 3-х литровый дизель, 241 лошадиная сила, 550 крутящего момента. Так вы представляете, что это такое? Гремучая, на самом деле мощненькая смесь для города. Работает все это дело в паре с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Многие из вас знают эту коробку, она устанавливается на BMW. В общем, про нее рассказывать не буду, единственное, что могу сказать, что она 8-ми ступенчатая и очень хорошо себя зарекомендовала. На все автомобили, на различные марки, модели ставят эту коробку, ну, встречается она, везде меняют только прошивку. В нашем случае прошивочка установлена по такому принципу, некоторые говорят, что чувствуется переключение. Вот я катаясь на автомобиле, заметил только переключение с первой на вторую, ну и со второй на первую обратно. В целом, коробка работает реально шустро. И вот что самое интересное, 241 сила, американец, 2400 килограмм веса. Как ты думаешь, сколько у него расход? Ну, так вот, предположи, вот если про машину не знаешь, ну, блин, здоровый американец, что будет? Расход реально у этого автомобиля в зимний период, с учетом того, что практически постоянно он работает, у человека стоит подогревом, то есть ночью он заводится, прогревается, 12 литров по городу, представляешь? В летний период, когда он его купил, реально расход составлял 10 литров. 10 литров соляры по городу на такой здоровой машине. Вот этот мотор, он действительно очень классный. В каком плане? Нет никаких нареканий на этот мотор. Ну, знаешь, если ты полазишь в интернете, интересуясь этим автомобилем, как правило, все выбирают между двух моторов, либо V6 бензин, либо V6 дизель. И вот если вы действительно сядете, почитайте, какой же двигатель выбрать, бензин или дизель, кто-то думает, что я живу на севере, у нас холодно, лучше, конечно же, брать бензин, вы найдете интересную тенденцию. В общем, люди, которые купили автомобиль на дизель, говорят, дизель классный, хороший расход, хорошая тяга, смысл брать бензин, не понимаю. Те, кто берут бензин, говорят, все то же самое, все хорошо, нареканий никаких нет, но дизель, он как бы фиговенький, где-то какие-то у него косяки есть, какие у него косяки есть, я так и не смог найти. И единственное, что я смог найти, это когда снимаешь эту крышку защитную, что якобы здесь бывает, где-то подтекает антифриз. Все. Вот на самом деле, моторы себя действительно очень хорошо зарекомендовали, как по тяге, так и по расходу. Если сюда поставить прямого конкурента Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем, то там будет значительная разница. Те дизеля гораздо хуже работают в плане тяги. Они будут более вялые автомобили, вы там особо не разгонитесь. Их коробки тоже, ну, в общем, в совокупности Land Cruiser по динамике вот этому автомобилю будет значительно проигрывать. Здесь у нас установлен турбокомпрессор Garret с изменяемой геометрией. Коробка сама по себе рассчитана на крутящий момент от 300 до 1000 ньютон-метров. Как я сказал в начале, 550 здесь крутящий момент. Разгон автомобиля по паспортным данным, и он действительно им соответствует от 0 до 108,2 секунды. Сколько тестов не смотрел, везде, кто меряет с RaceLogic, цифры совпадают. Но в любом случае, если вдруг со временем вам показывается, что здесь маленькая динамика, не хватает, хочется побольше, не вопрос, потенциал для доработок здесь есть. Кому это действительно интересно? Я уверен, что вот эти автомобили не покупают молодежь. А люди, которые постарше, они единственное, что делают, это почаще меняют масло, и это действительно нужно делать. Следят за общим состоянием автомобиля. Но вот так, чтобы кто-то пожаловался, сказал, вот, купил, у меня то одно сломалось, то второе, все дорогое. Такое можно найти в редких случаях. Заводской брак присутствует везде. Да даже про те же самые Land Cruiser, если читать, тоже находятся негативные отзывы, что что-то ломается по автомобилю. Но в целом, в подкапотном пространстве жалоб, можно сказать, очень мало. Максимальная скорость у автомобиля 202 км в час. В Америке он соответствует стандарту Евро-5. У нас же в стране он соответствует стандарту Евро-4. Транспортный налог на автомобиль будет приходить в размере примерно 20 тысяч рублей. В общем, зачем вам здесь нужно будет следить? Если вы купили автомобиль в нормальном, в хорошем состоянии, не ушатанном, после какого-нибудь взрослого дядечки, который аккуратно на нем ездил, я думаю, вы будете здесь только менять масло. Ну, в общем, по мелочи. Ничего серьезного здесь не будет. Естественно, у нас есть газоупор. Все сделано, в принципе, достойно. Обращаю ваше внимание, несмотря на то, что машина здоровая, тяжелая, капот, в принципе, можно сказать, действительно очень легкий. Ну, как обычно, все по-стариночке. Наш автомобиль имеет несущий кузов. И, как заверяет сама компания Jeep, вот они такую красивую фразу обранивают, имеет интегрированную раму Uniframe. Uniframe, на секундочку, это их собственная запатентованная технология. По факту же все владельцы отмечают, что никакой здесь рамы полноценной нет. Сам автомобиль построен на платформе Мерседеса М-класса в кузове Double 164 ML. При его создании активное участие принимали инженеры от компании Fiat. Подвеска в автомобиле идет как задняя, так и передняя, независимая, многорычажная. Колеса у нас тут 18-е, 265 на 60. Это действительно здоровые колеса. Тем не менее, есть люди, которые на лето покупают все 20-е колеса. Находятся и те, кто ставят 21-е на низком профиле. Очень много людей, которые покупают автомобиль для города, начинают делать на них различного рода обвесы. Вот сейчас садиться в автомобиль действительно не очень удобно. Он высокий. И прямо здесь напрашивается какая-то ступенечка. Поэтому многие люди ставят, и сами понимаете, если есть пороги на автомобиле, есть обвесы, это сразу говорит о том, что человек на нем даже не думает выезжать никуда на бездорожье. А выезжать на бездорожье на автомобиле за 3,5 миллиона, если брать его новым, ну, согласитесь, это, так сказать, уазик для богатых людей. Внедорожный потенциал у автомобиля просто огромный. Здесь установлена система полного привода Quadro Drive 2. Раздаточка у нас идет Quadro Track 2. В общем, все, кому интересно, обязательно почитайте, посмотрите тесты на проходимость, настоящие тесты, что может представлять из себя джип. Но я вам скажу кратко, если вдруг ты куда-то захочешь поехать, ну, в пределах, опять же, разумного, этот автомобиль тебя доставит. Все различные автомобили, типа паркетнички с подключаемым полным приводом, это сразу будет казаться смешным. На их фоне вот это просто ураган. Действительно, на самом деле, я уже понимаю о том, что вы скажете, да блин, да ты с чем сравнишь какие-то паркетнички, его нужно сравнивать с такими гигантами, и, как обычно, у нас будет кукуруза. На самом деле, машина достойная. Для проходимости, для любителей куда-то заехать, если поставить грязевую резину, это просто будет для вас бомба. У автомобиля установлены полноценные датчики давления в шинах. Имеется полный электропакет сидения, руль, все двигается с кнопочек, но в тот же самый момент нету подогрева в зоне покоя щеток. Обратите внимание на посадку автомобиля. Вот дорожный просвет 218 мм и сама посадочка у него. Вот я вроде бы в росте мне маленький, 182 см, но в тот же момент мне в него садиться удобно, но когда вот выходишь из него, видишь, все равно чуть не хватает. И как бы в любом случае я джинсами задеваю. В этом случае здесь реально помогли бы пороги. Тем не менее, как есть, так и показываем. Смотрите, сажусь сам за собой назад. Сидение настроено под меня. Вот покажи, пожалуйста, просто общий внешний вид. И вот как это происходит. Сберемся, конечно же, за подголовник. Никаких здесь дополнительных ручек нету. Я сажусь и, в принципе, мне здесь удобно. Диван можно регулировать, спинка откидывается, можно лечь полулежа, куда-то поехать на дальняк. В общем, реально комфортно. Под себя можно настроить место. В принципе, достаточно, я считаю. Но с другой стороны, опять же, вот если развалиться, то в любом случае ноги придется раскидывать в разные стороны. Что имеется для задних пассажиров? Автоматический стеклоподъемник. Есть у нас подлокотник достойный. Подогрев задних сидений. Все это управляется с центральной консоли. В общем, все самое необходимое и стандартное для автомобиля за такие деньги и такого класса здесь есть. В более дорогих комплектациях вы можете найти дисплеи, вы можете найти панорамную крышу. В общем, любой каприз за ваши деньги компания вам предоставит. 95 литров. Переходя к задней части автомобиля, ну вот посмотрите, пожалуйста, сами. И скажите, вот казалось бы, ничего особенного здесь нету. Задние диодные фонари, есть у нас камеры, есть у нас, естественно, электропривод багажника. Но в тот же самый момент смотришь на этот автомобиль и думаешь, блин, ну смотрится же интересно. Не знаю, возможно, мне просто симпатизирует марка Jeep и конкретно Grand Cherokee, но я действительно в нем вижу прям такую, знаешь, серьезную, симпатичную машину, агрессивную машину. Это вот не какой-то там, знаешь, как говорится, седанчик покататься по городу. Багажник у нас 752 литра. Если сложить сидение, будет объем 1544 литра. Могу немного ошибаться, но цифры примерно такие. Закрывается крышка не стандартным способом, что вот вы здесь это нажимаете, а кнопочка расположена в этой части. Характерное отличие от Jeep'ов, что здесь установлен в багажнике маленький фонарик, которым вы можете что-то посветить. Полноразмерное запасное колесо. Сейчас у нас здесь он загружен, поэтому приподнять, показать мы его не можем. Еще часто все отмечают, что колесо находится в этой части. Если посмотреть снизу, он как бы не уходит в нишу. Я считаю, что это только плюс, потому что по бездорожью будешь кататься, нигде ты этим колесом не заденешь. Есть у нас часть, чтобы кого-то вытащить из засады. В общем, машина для бездорожья идеально подходит, по вместимости очень хорошо подходит. Загрузит, подошел спокойно что-то, наложил и поехал дальше. Вот видишь, прям по привычке, да, уже тянусь в то привычное место, где в основном расположена кнопочка. Если поговорить про интерьер автомобиля, то это действительно интересный автомобиль с точки зрения того, что он неповторяемый. Ну знаете, порой бывает снимаем автомобиль, садишься везде плюс-минус одно и то же. То есть здесь все иначе. Ну смотрите, во-первых, садишься, действительно широкие, удобные, мягкие кресла. Сразу чувствуется, что сделано это под американскую, огромную пятую точку. Нам, русским, садишься, ну чувствую себя комфортно. Машина высокая. Я сижу здесь, офигенная обзорность, все видно прекрасно. Значит, руль. Это отдельная история. Он здоровенький, удобный, многофункциональный. Очень много, знаешь, здесь скрытых кнопочек. Так, например, под рулем здесь есть возможность переключения радиостанций. Люди, которые садятся в эту машину первый раз, вот делают люди обзоры, так посмотрел парочку, чего-то не понимают. Говорят, а где здесь, например, подогрев сидения, как коробку включают, ну им там непривычно, неудобно. Не знают, как включить, например, дворники или свет. На самом деле, это все с точки зрения того, что люди тестировали этот автомобиль первый день. Вот поездил на нем с далого. Если покататься на автомобиле пару дней, недельку, ты все прекрасно поймешь, и ко всему быстро привыкнешь. С левой стороны у нас идет управление светом, умывайкой, в общем, идет один рычаг. Здесь есть дополнительный рычажочек для управления противотуманочками. С правой стороны нет ничего, это по-американски принято. Обычно здесь у них стоит коробка. То есть, как вы знаете, они ее выносят сюда на руль. Приборная панель у нас электронная, все показывает. Можно выбрать различного рода режимы. Центральная часть, вот с нее все идет управление. Вот если вы посмотрите, наверняка вы скажете, что как-то она колхозно выглядит, по-старому. Но я думаю, что в 2018 году, естественно, в новом джипе уже будет совсем по-другому сделано. Но на момент 2013 года, когда этот автомобиль был выпущен, я считаю, что это было сделано достойно. Опять же, сделана такая, знаешь, небольшая кобра. В любом случае, выводы по интерьеру делают только вам, но обратите внимание, вот этот пластик, он действительно очень похож на дерево. То есть смотришь так, многие его даже путают с деревом. Вот эта часть управления климатом, звуком, ну действительно, уже, так можно сказать, немножко смотрится устарело. С другой же стороны, автомобиль такой имеет, знаешь, некий такой брутальный вид. Здесь нашли второй бардачок, вот с электропереключением передач. Многие говорят, вот садишься, не можешь попасть интуитивно в заднюю передачу, в переднюю. Все здесь интуитивно попасть можно, просто нужно привыкнуть к автомобилю и понять вот этот ход его. Он очень короткий, то есть реально легко там проскочить, например, нейтралку и сразу попасть на R. Джойстик управления полным приводом. Это отдельная история. Я думаю, что многие владельцы никогда им по полной программе не пользовались. Многие отмечают даже в своих бортовых журналах, в комментариях, что да, классно, что это есть, ты чувствуешь уверенность в автомобиле, но полноценно воспользоваться ими ни разу не приходилось. Про интерьер и оснащение автомобиля можно очень долго разговаривать. Он действительно очень хорошо укомплектован. Многие отмечают, что садишься в автомобиль, нету кнопок, например, подогрева сидений. Но машина сделана по-умному. Ты заводишь автомобиль, сейчас на улице минусовая температура, автоматом включается подогрев руля, автоматом включается подогрев передних сидений. Выключить это все элементарно. Буквально нужно 3-4 раза нажать на дисплей. Привыкая к автомобилю, вы все поймете, что на самом деле это продумано. Если говорить про отделочный материал, здесь как обычно, одни говорят, что все сделано очень дешево, как-то по-колхозному, другие же говорят, что достойно, за свои деньги отвечают. Самое главное, надо понимать, что это автомобиль не премиум. Как бы его маркетологи не пытались кидать в премиальный сегмент, все равно этот автомобиль все-таки до Lexus LX 570 ему еще далековато. Ну и разница по цене, сами понимаете, огромная. В любом случае, что можно сказать? Музыка здесь действительно хорошая, 9 динамиков, сабвуфер, у нас есть навигация. В общем, все, что тебе нужно для передвижения по городу, здесь есть. Если не хватает, комплектация выше, и там это будет обязательно. Мы отправляемся на тест-драйв. Сейчас мы находимся в поле. Друзья, я вам хочу сказать честно, если бы этот автомобиль был мой, я бы поехал не по вот этой проталинке дорожки, а прямо через все поле. Но исходя из того, что этот автомобиль владельца, ну здесь просто травка, это реально конь, это какой-то бык. Вот по нему через поле подобного рода ехать, это вообще не вопрос, не проблема. Даже не надо не включать никакие режимы, понижаючку, еще чего-то. Это для него просто детский лепет. Опять же, съехать с горочки вниз, потом потихонечку подниматься вверх, вот это было бы интересно. Можно было бы попробовать различного рода пройти броды, испытания, но этот процесс уже совсем другой видеосъемки. Поэтому, если вам интересно, пишите ваши комментарии, можно было бы сделать отдельный видеоролик с этим автомобилем, где именно потестировать его на бездорожье, поездить на нем по полям и посмотреть, на что он способен. Уверен, многие скажут, да я бы здесь проехал на своей девяточке. Но для этой машины этот разговор вообще ни о чем. Это как проехать на седании по хорошему асфальту в солнечный день. Мы выезжаем в город, и здесь нас, конечно же, порадует тяга. Ну, смотрите, мы едем 30 в обычном режиме, даем газку, и это действительно ощущается. А еще лучше ощущается звук мотора. Несмотря на то, что здесь хорошая шумоизоляция, и мы сейчас едем на шипованной резине, у нас 18-е колеса, напоминаю, ощущение очень классное. Кто-то скажет из владельцев, блин, машина в городе становится более такая валка, не чувствуется руль. К этой машине, как и к любой другой, нужно привыкнуть. Покатавшись на ней день, два, неделю, месяц, ты будешь ее чувствовать, и руль ты ее будешь чувствовать. Здесь действительно очень хорошая тяга. Крутящий момент дает о себе знать. Не нужно даже переключать коробку по спортивный режим, чтобы это ощутить. Дизельный двигатель тарахтит и вибрирует только тогда, когда вы стоите на светофоре, и когда вы находитесь в режиме паркинга или в ожидании. Стоит вам поехать, нажать педалечку в пол, рычит он по-настоящему приятно. Если же на этом автомобиле выйти на трассу, многие скажут, вот он будет в валке, он не любит колею, здесь большие колеса стоят. Друзья, скажите вы мне, кто из автомобилей, которые имеют примерно вес 2,5 тонны, будет любить колею, будет очень прям безупречно управляться? Конечно же, кто-то из вас скажет, наверняка это BMW, какая проходимость на BMW, какая на джипе. Это две абсолютно разные машины. В любом случае, если ты привык к автомобилю, умеешь им управлять, как говорится, всегда между рулем и пассажирским сидением немаловажную роль играет кто? Человек, конечно же. На мой взгляд, этот автомобиль в себе сочетает многие качества. Проходимость, хорошая динамика, хороший расход, комфортная посадка, комфортный салон. В общем, честно говоря, я бы его с удовольствием купил. И даже в 2012 году, я тогда посматривал частенько на сайт Jeep, но тогда цены начинались от 2,5 миллионов рублей за вот эту комплектацию. 2,5 миллиона тогда и 3,5 миллиона сегодня. Разница в миллион. И сегодня все говорят, а, космические цены, парни. И в 2012 году 2,5 миллиона оказалось тоже не самой низкой ценой. Работа подвески вас здесь действительно порадует. Передвигаться по городу, где разбитая дорога, вам будет гораздо комфортнее. Приезжать различного рода ямки, неровности, выбоины. Вы это немного будете чувствовать, но никак это не отразится на вашем общем состоянии. Ну, знаете, частенько говорят, вот в пятую точку, от этого позвоночника. Нет, вы едете, да, подвеска работает, она где-то там под вами. Вы же сидите и с комфортом управляете автомобилем. Очень нравится, конечно, крутящий момент. Вот мы едем в горочку, даем газку, и машина сразу тянет. Она не просто бы тянет, она прям прыгает в эту горку. Очень хорошо работает система стабилизации. Вот я сегодня катаясь на машине, бывало вставал в снежную такую кашицу, грязь, газку даешь, машина прям раз-раз ровненько едет, быстро все схватывается. В общем, никакого дискомфорта, заноса, как это бывает с переднеприводными автомобилями, как это бывает с автомобилями, у которых полный привод подключаемый. Ну, действительно, вот мы едем, прям газ куда ожидать, исходя из того, что мощь есть, пробуксовок никаких нет. Вот вы скажете, что-то ты этот джип сегодня нахваливаешь. Ну, отметьте, я сегодня не в шапке Adidas, чтобы вы сказали, что проспансировал видеоролик Adidas. Я сегодня не на дилерском автомобиле, это не новая машина. В салоне не находится водитель, который говорит, не, 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 машина классная, хвали ее. Такого никогда не было, и я всегда стараюсь объективно высказывать свое мнение. Я машиной действительно доволен. Единственное, к чему здесь можно придираться, это вот мультимедиа, там, колхозная, может быть старая, что она может потупливать. В общем, каким-то мелочам. С точки зрения, вот, надежности и управляемости автомобиля, я считаю его действительно достойным автомобилем для покупки. Вот серьезно, если кто-то из вас владеет таким автомобилем дизельным и готов его продать, я бы его с удовольствием купил. Если же у вас есть нарекания по автомобилю, то предлагаю сделать следующим образом. Пишите все те, кто действительно является владельцем этого автомобиля, либо же он у вас ранее был. Людям из серии, что вот у меня у друга, он есть начальник, у которого у брата есть этот джип, и он у него когда-то что-то сломался, я правда не помню что. Ну, парни, это не совсем корректно. Это не популярная машина. Вот сегодня, если вы зайдете на Автору, по России, по России, их продается примерно 230 автомобилей. Если же взять прямого конкурента, всеми любимый Land Cruiser, их продается чуть больше тысячи автомобилей. В четыре раза больше. Друзья, самое время делать выводы по автомобилю. Вот если задаться вопросом, кто покупает сегодня джип Grand Cherokee, как правило, это те люди, которые приходят за Тойотой, либо за альтернативными вариантами понимают, что ну не то, скучно, валка, хочется автомобиль, чтобы он был и комфортный, чтобы у него была хорошая динамика, и в тот же момент хорошие проходимые характеристики. Заезжают в джип, смотрят и говорят, блин, а я был приятно удивлен, а я и не знал, что эта машина способная. Начинают читать про нее отзывы, и говорят, а я думал, что она будет цепучая, что на нее будет куча отзывов плохих. В целом же, если вы посмотрите, у нее достойная оценка по 5-балльной системе, 4,5 за надежность. И сегодня можно встретить такую ситуацию, когда у молодого парня есть BMW, который стоит 2-3 миллиона рублей, и 1,5-2 миллиона из них взяты в кредит лет так на 5. В этой ситуации, кто покупает джипы, такого вы никогда не встретите. Это, как правило, взрослые люди, которые приезжают и берут автомобиль целенаправленно, они понимают, что он из себя представляет, они понимают, сколько он стоит по содержанию. Техническое обслуживание здесь не самое дешевое, но опять же, для них это второстепенный вопрос. Это, знаешь, может как-то неприятно удивить, но сказать так, что, блин, покупать машину я не буду из-за того, что она дорога в обслуживании, нельзя. Это люди не с пустым карманом. Если послушать, на что здесь жалуются владельцы, друзья, но это в основном на самом деле мелочи. Мультимедиа плохо работает, все это перепрошивается, коробка там со временем тоже перепрошивается. В общем, все эти доработки с точки зрения электроники здесь делаются без проблем. И все те косяки, которые присущи автомобилю с точки зрения заводской гарантии, заводского брака, это здесь меняется в первые годы по гарантии. Поэтому, покупая этот автомобиль, вы можете сразу у владельца спросить, что было. А на самом деле, болячек-то у него, по пальцам можно пересчитать. Друзья, вот таким у нас сегодня получился обзор. Если вы хотели бы что-то сказать, высказывайте полностью ваше мнение в комментариях. Не забывайте о том, что у нас есть инстаграм-канал, куда вы можете подписаться. Я всегда там делаю предварительный анонс автомобилей, которые мы снимаем. И вы можете высказать ваше мнение, дать совет, про что рассказать, на что обратить внимание. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом пока что все. До новых встреч. Пока-пока.